МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро – это когда ты делаешь человеку что-то доброе. Доброта – такой город есть. Это когда можно отдать какому-то человеку свою игрушку и не жадничать. Это когда надо улыбаться. Зло – это когда сердишься. Зло – это когда ты плохой человек. И все делаешь наоборот. Если кто-то убрался, погрязнить, в суп, если кто-то варить, грязи насыпать. Это когда ты гробишь человеку. Это значит не уважать никого. Всегда все делать плохо. Зло – это когда на кого-то сердишься, из-за чего ты раздражен. Что может заставить вас стать злым? Когда нас кто-то раздражает. Когда нас ругают. Ну, мне надо... Ну, я веду себя и так хорошо, а они меня все равно ругают. Я не знаю, за что. Я румы испытать, и вот. Я из-за этого так разжусь. Их могут довезти. Закричать могу. Ну, ударить могу. Вот меня иногда доводят. Моя подушка доводит меня. Я раздражаюсь из-за того, когда меня мама ругает. И когда она меня и с кухнями гоняет иногда. Я плачу и на нее сердюсь. Ну, не очень так. Я всего два дня иногда бываю сердитой. И из-за чего не понимаю. Ну, я тоже немножко добрый. Трудно быть добрым. Да. В чем трудность? Ну, в том, что надо все время уступать. И вот, когда я моему братику уступаю, я иногда нервничаю, потому что ему все время уступать надо. А как злого человека сделать добрым? Ну, надо у него прощения попросить. Нужно его научить. Надо его научить делать хорошие поступки. Например, сделать подарки какой-то. Их нельзя обижать и хвастаться над ними. Да, добрыми поступками надо к ним относиться. Дать ему конфетку. Потому что человеку стыдно, что он обидел другого. И надо еще с ним поговорить, если захочется. Можно с кем-то погружиться или что-то ему подарить, чтобы мир так же и продолжался. Потому что добро всегда побеждает зло. Сначала зло сильнее и сильнее, а потом добро выигрывает. Потому что добро сильнее зла. Потому что добро улыбается. Продолжение следует...